Приветствую всех, с вами Extreme Angel. На днях вышло новое дополнение к игре Crafts the World под названием Герои. Что это за дополнение и насколько оно влияет на игру, давайте разбираться. Из названия уже видно, что в игре появятся герои. 4 героя ближнего боя, 2 героя поддержки, 1 маг и 2 героя, помогающие собирать ресурсы. Для того, чтобы их вызвать, вам надо купить куски статуй в магазине. Они начнут продаваться с 6 уровня и будут добавляться по одному рандомному герою за каждый последующий уровень. С каждой покупкой следующего куска цена возрастает в 2 раза от предыдущих. То есть 10 монет, потом 20, 40 и так далее. Статую делается очень просто, но на начальном этапе игры придется открыть некоторые рецепты. После того, как вы поставите статую, герой прибудет из портала. Он будет существовать ровно до той степени, пока существует статуя. Как только монстры ее разрушат, он исчезнет. Кстати, сами вы статую разрушить не можете. Если обычного гнома можно одевать в различную броню, то герой лишен такой возможности. Но можно глянуть, какие навыки у него прокачаны. Сам герой имеет тройной уровень здоровья, постоянно бегает, как гномы под чаем или бухлом, и имеет какие-то заклинания. Например, один герой поддержки может создавать лягушек, которые вылечивают здоровье гномов. А другой использует заклинания сбора ресурсов, чтобы мгновенно телепортировать их на базу. И открывать порталы, если вы прикажете собирать ресурсы слишком далеко от базы. Герои могут выполнять всю ту работу, что и обычные гномы. Некоторые герои, например, пироман, готовят еду, когда других дел у него нет. При этом абсолютно не важно, есть ли у вас ингредиенты на складе или нет. Хочу отметить, что хоть в игре всего 9 героев, но я использовал только несколько. Что в целом уже дало мне некоторое представление о дополнении. Главная его задача – это не разнообразить геймплей, а ощутимо облегчить вашу игру. Герои без проблем справляются с волнами монстров, могут выдержать очень много урона, они быстро бегают, да и в целом дают бафы окружающим гномам и весомые преимущества. Они больше призваны для преодоления каких-то сложных препятствий, чем дать еще одну причину перепройти уровень с другой тактикой. Когда на вас бежит волна скелетов, то никакие башни Теслы, никакие баллисты не будут вам так полезны, как анальная вакханалия пироманта, которую он устраивает врагам. Без багов, конечно, не обошлось. Самый злобный и опасный баг – это когда вы потратили кучу монет, построили статую героев, а они не пришли. Ощущение такое, как будто вы выкинули деньги на ветер, а вам еще и в рожу плюнули. Никакие манипуляции не помогают решить эту проблему. Статуи переставить не получится, поскольку разрушить их нельзя. А перезагрузка сохранения, повышение уровня или открытие порталов с монстрами никак не влияют на результат. И сидишь такой и думаешь, а нахрена я взял это дополнение? Загрузив другую карту, я смог успешно установить статуи и посмотреть, как злобные спрайты наматывают кишки местной фауны на свои деревянные дубинки. Но особого впечатления я не получил. Все дополнение является сборной солянки из уникальных скинов гномов и стандартных механик игры. Пиромант использует фаерболы? Ну так у нас же есть заглядание за пять манок. Другой гном лечит лягушками? Считай аналог бутылок, которые восстанавливают одно сердечко. Телепорт ресурсов тоже есть за три маны. По сути, если вы не считаете игру сложной, то это дополнение вам совсем ни к чему. Его можно рекомендовать только тем людям, которые хотят играть в анальном режиме, на полном хардкоре и высоком уровне сложности. Ну или если вам надоело проходить уровни по 12 часов и вы хотите пройти его за 4. К счастью, дополнение уже было со скидкой и 3 доллара небольшая цена для него. Но одинокая гора принесет вам куда больше удовольствия, чем это дополнение. На этом у меня все. С вами был Extreme Energy. Ставьте лайк, если понравилось это видео и оставляйте комментарии о своих ощущениях от дополнения. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!